Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Сегодня мы продолжим наши эксперименты в лаборатории, где можно измерить разрушающую разрывную нагрузку. Это третье видео по данной теме. В первом видео мы разорвали и сравнили между собой мощные цепи ГРМ и ремни ГРМ. Во втором видео мы разорвали 8 совершенно разных цепей ГРМ, а сегодня мы разорвем 8 разных ремней ГРМ. Итак, поехали. И еще я, как никто, разбираюсь в технике и вижу изнанку многих вещей. Изучив изнутри партнерскую сеть YouTube MediaCube, могу точно сказать, что состояние идеальное – эта высокотехнологичная айтичная малышка летит и несет блогеров в светлое будущее. MediaCube – это официальный партнер YouTube с грузовиком полезных сервисов. Это и IT-решение, и стратегия развития твоего канала. YouTube-эксперты этой партнерской сети помогут с превью и оптимизацией MediaCube, относится к своим клиентам с любовью и дарит реальный результат. Подключайся! Вот они, наши ремешки. В эксперименте участвуют 6 новых ремней ГРМ и 2 БУ. Мы выбрали их по следующему принципу. Все ремни от разных бензиновых и дизельных двигателей рабочим объемом от 1 до 4 литров. В эксперименте у нас участвуют ремни от немецкого, французского, японского, американского, корейского и даже русского мотора. Сейчас будем подробно знакомить с каждым из них и начнем наш эксперимент. Первым у нас выступает ремень от двигателя Ford 1.0 EcoBoost. Этот ремень в двигателе смазывается маслом, то есть он как минимум устойчив к агрессивной среде. Интервал его замены – 200 000 км. Инженеры компании Ford настолько уверены в его сроке службы, что максимально усложнили доступ к приводу ГРМ. У нас, кстати, есть подробный обзор по этой теме. Посмотрим, при каком усилии лопнет этот ремень. Этот уникальный ремень, который предназначен для работы в моторном масле от двигателя Ford 1.0 EcoBoost сдался при усилии тонна 250 км. Ну что, поехали дальше. Это бэушный ремень ГРМ с французского дизеля 1.5 DCI. Сервисные книжки регламентируют его замену каждые 160 000 км. Посмотрим, какая прочность у ремня для маленького дизельного двигателя. Был ремень ГРМ с небольшого дизельного двигателя в неплохом состоянии. Выглядит он достаточно хорошо, выдержал нагрузку тонна 90 кг. Следующий ремень ГРМ от полуторалитрового двигателя, а именно от очень свежего 1.5 DCI для автомобилей VAC. Этот ремень работает на сухую, т.е. не смазывается моторным маслом. Но самое интересное в том, что инженеры концерна VAC никак не ограничили срок его службы. Мол, он установлен на весь срок службы двигателя. Однако импортеры могут устанавливать сроки замены по своему усмотрению. В общем, сейчас будем рвать этот ремень без срока годности. Ремень без срока службы со свежего мотора VAC 1.5 TSI показал достойный результат – тонна 260 кг. Следующий ремень ГРМ для двигателя ВАЗ-21179 – это 1,8-литровый мотор с Lada Vesta. Регламент замены был 180 000 км, но с июня 2021 года регламент сократили вдвое. Причины ремень ГРМ с автомобиля Lada Vesta оказался эластичным, что не редкость для ремней ГРМ, и порвался он в захвате. Сдался ремень при нагрузке 745 кг. Следующий ремень ГРМ у нас будет с корейского турбодизеля 2.2 CRDI, а именно его первой версией с одним распредвалом. Менять этот ремень надо каждые 150 000 км. Ремень бэушный. Посмотрим, на сколько килограмм его хватит. Ремень от корейского дизеля 2.2 CRDI с одним распредвалом порвался идеально при нагрузке тонна 10 кг. Следующий участник у нас ремень от мотора V6, а именно от двигателя Honda объемом 3,5 литра для кроссовера Pilot и других моделей. Его длина более 1,5 м. Менять его надо каждые 160 000 км. Итак, приступаем к разрушению. Новый ремень ГРМ с двигателя Honda Honda 3,5 литра сдался при нагрузке тонна 40 кг. Пожалуй, самые большие любители ремней ГРМ на больших атмосферных V6 – это инженеры компании Chrysler. Вот этот ремень с 4-литрового V6 для Pacifica и Voyager. Менять его надо каждые 170 000 км. Интересно, при каком усилии сдастся этот ремень? Ремень с 4-литрового Chrysler лопнул при нагрузке тонна 140 кг. Следующий ремень подходит к большому количеству двигателей Audi объемом от 2,4 до 4,2 кг. Мало того, что он приводит 4 распредвала, так он еще приводит увеличенное количество клапанов от 30 до 40 кг. Посмотрим, как такое обстоятельство повлияет на его прочность. Менять этот ремень надо каждые 120 000 км. Поехали! Этот ремень практически идентичен предыдущему, но порвался он с большим усилием – тонна 260 кг. Вот эти ремни от одного производителя. Корт у них одинаковый и по сути они отличаются только шириной и длиной. Резюмируем, что ширина ремня не является определяющим фактором прочности, потому что вот этот ремешок с литрового мотора и вот этот с V8 порвались при одинаковых усилиях. Напомним, что все результаты у нас официальные. Ну что, эксперимент закончен. Все ремни показали примерно одинаковый результат. Примечательно, что ремни с литровых даунсайдинговых двигателей не уступают в прочности ремням с 4-литровых моторов, и даже их превосходят. Обязательно напишите, какие бы эксперименты вы хотели увидеть на нашем канале. Не обязательно в рамках этой лаборатории. Напомним, чтобы мы делали вот такие прекрасные репортажи, обзоры моторов, обзоры автомобилей, нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий, поделитесь этим видео. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 к пробегу вашего автомобиля. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».